итак всем привет я знаю что многие запрашивают простое видео по обработке ваших фотографий то есть без каких-то фундаментальных знаний фотографических редакторов к сожалению в съемки newborn вот простого выхода не бывает потому что мы работаем не со взрослым человеком у которого уже хороший цвет леса ярко выражены черты лица брови на месте даже если на месте вы можете их нарисовать как я например да реснички ну то есть все в принципе имеется когда мы имеем дело с новорожденным это совершенно непредсказуемо это могут быть акне маленькие вот эти вот прыщи да по всему лицу это шелушинки это неровность цвета кожи это мраморность кожи это красное лицо синие пятки это синие пятки красное лицо то есть в мобильном приложении обработать такую съемку будет нереально сложно поэтому все фотографы все-таки кто снимает именно новорожденных работают в редакторе работают или в lightroom или photoshop то есть кому как удобно у профессионального фотографа все эти программы и естественно куплены я понимаю что не все хотят тратить деньги я не могу никак касаться этой темы и делались какие-то комментарии это ваша ваша совесть вот сегодня я объясню и покажу очень простые простые вещи и простые манипуляции которыми вы можете улучшить свою фотографию даже если вы никогда не касались не lightroom и не photoshop но я хочу сделать небольшую такую отсылку что если вы по сути не обладаете например или не имеете дома хорошего монитора если ваш монитор например синий красный зелени и да то есть но обработать будет ну к сожалению достаточно сложно то есть это очень такой кропотливый труд если у вас есть какой-то определенный план или какое-то определенное видение вашей работы или где-то в интернете видели хотите сделать точно так же то есть чтобы даже снять хорошую картинку это нужен нужен большой опыт фотографии это нужно понимание света это нужно понимание камеры то есть это огромный такой пирог который не печется за один день да это опыт который каждый фотограф приобретает в течение времени поэтому сегодня я примерно плюс-минус покажу как вы можете по крайней мере улучшить ваши снимки которые вы сняли в домашних условиях расскажу что вы можете получить на выходе почему это получили и как это исправить в общем поехали перед вами сейчас интерфейс lightroom и и фотография в том виде которую я ее сняла то есть здесь нет никакой обработки вы видите что тело по цвету отличается от лица и это совершенно нормально лицо у нас более красное то есть щеки более красные есть синева на теле то есть теперь понимаете да что в мобильном приложении в телефоне но это будет очень сложно сделать чтобы все это поправить если вы мамочка да то есть ну идеальный вариант если вы просто переведете в чб или наложите какой-то фильтрик чтобы просто выложить но это не будет тот результат скорее всего которого вы хотите добиться и снимая вы можете столкнуться например вот с такой картиной вы можете столкнуться там вот с такой картины быть с такой картиной то есть ваши фотографии будут разноцветные, да, то есть это еще одна сфера, как работать с кельвинами, но когда мы снимаем в RAW, вот эти вещи все очень легко поправить в Lightroom, если мы знаем, куда двигать все эти ползунки, и это тоже отдельная сфера. Я постараюсь сегодня очень-очень, не то что поверхностно, но дать такие суперкрутые советы, которые вы, применив, сможете более-менее обработать свои снимки, не прибегая к каким-то очень сложным манипуляциям. Итак, первое, на что мы обращаем внимание, если мы снимаем на белом фоне и хотим добиться белого фона, да, то есть, естественно, будем крутить ползунок температуры, но удивительно то, что если вы крутите ползунок температуры, ребенок тоже начнет у вас менять цвет с приятного желтенького на совсем неприятный с синенький, и это точно нам не нужно. Вот, поэтому будьте аккуратны с конкретно этой манипуляцией. Первое, что я тогда сделаю, я осветлю фотографию. Осветлить можно двумя способами. Вы можете покрутить экспозицию, да, то есть, ну, добавить света. Мне не совсем нравится этот вариант, я обычно снимаю достаточно on-spot, да, достаточно хорошо, мне все нравится. Я могу поправить в кривых от центра, немножко приподняв кривую вверх. И я могу сказать, что алгоритм обработки у каждого фотографа разный, то есть, это предпочтение, поэтому все это видео будет завязано только на моем личном опыте. Вот, я поменяла общую освещенность, то есть, я сделала фотографию светлее, теперь я вижу, что мне хочется поправить красный цвет. Есть несколько вариантов вправки цвета. Это вкладка Hue, Saturation, Luminosity, и есть также вкладка в самом низу, это Calibration. То есть, это есть и в Photoshop, если вы будете работать в Camera Raw, и это есть в Lightroom. Эти две палетки работают по-разному. Я немножко сейчас скажу, как они работают. Например, если вы хотите убрать красный цвет, давайте так, любой цвет состоит из RGB, то есть, красный, зеленый, синий. То есть, эти три цвета есть в каждом, в каждом цвете. И если вы будете убирать, например, в Calibration красный, то этот красный уйдет из всех трех цветов. То есть, если ваш красный есть и в зеленом, и в синим, он тоже там уйдет. То есть, вы уберете общую насыщенность красного, то есть, его присутствие. Если, давайте я верну, и поднимемся в Saturation здесь. Если здесь я уберу красный, то красный у меня уйдет только из красного цвета. Но он не уйдет ни из зеленого, ни из синего. И как пользоваться вот этими двумя менюшками? Если вы хотите, то есть, вы смотрите на ваш снимок, вам кажется, он в целом красный. То есть, вы чувствуете, что в вашем фоне в белом есть красный. Есть там шапочки красные, есть на теле красный. То, конечно, лучше его прибрать в Calibration. Если вы видите, что ваш красный, то есть, это неприятный цвет, есть в коже, то хорошо бы им поработать сатурейшн, но здесь тоже нельзя переборщить. То есть, если вы уберете много, то цвет лица изменится такой на некрасивый, потерянный. Ну, он станет неживым. Вот, поэтому вот эти две меню, вот эти два инструмента, нужно работать с ними очень аккуратно и понимать, что вы хотите сделать. И опять же говорю, это все опыт. Давайте я верну и тот, и тот вариант назад, и мы посмотрим, есть ли тут красный на фоне. Я смотрю, что у меня фон, мне нравится по цвету, мне нравится по цвету аксессуары, шапочка, подушечка, мне не нравится общее количество красного цвета в коже малыша. Что я сделаю? Я поднимусь вот в этом меню Hue Saturation Luminosity. И в Saturation я подберу немножко красный, но совсем немного. Смотрите, видите, совсем немножко. Сделала примерно минус 11 на этой фотографии. Также я хочу изменить цвет красного. То есть цвет вот этот красный в Hue вы можете поменять. Давайте я покажу, как работает этот ползунок. Например, вправо, влево. Больше красного, меньше красного. Но согласитесь, вот это какой-то жуткий оранжевый цвет. Некрасиво. Но вот в эту сторону, конкретно в эту, нам сейчас нужно двигаться, чтобы изменить цвет красного. Но совсем немножко. Давайте сделаем по вкусу где-то... Ну, вот так. Я сделала где-то 19. Давайте теперь посмотрим, что было и что стало. Смотрите, у меня уже ушел паразитный оттенок красный из кожи. У меня сама фотография стала выглядеть гораздо привлекательнее. Я хочу немножко повысить контраст на фотографии. Это делается вот в этой вкладке. Basic. Тут есть экспозиция. И внизу идет вкладка контраст. Но немного. Всего лишь где-то примерно 5. Теперь я хочу придать фотографии больше динамики. Я бы так сказала. Развести хайлайты и шадоус. Шадоус, то есть самые яркие оттенки и самые темные тона, то есть светлые и темные тона. Давайте так назовем. Я сделаю хайлайты вправо, шадоус, влево. Смотрите, если вы снимали с плоским светом, что такое плоский свет? Когда он светил конкретно малышу на лицо. Тогда вам будет сложно это сделать, чтобы вы не делали у вас нечего, да, сделать более темные участки, нечего сделать более светлые участки. Вот, поэтому посмотрите обязательно видео, прежде чем снимать своего малыша. Мы, кстати, обязательно разберем, как сделать такую позировку в домашних условиях без какого-либо реквизита. Вот, посмотрите это, посмотрите видео, сейчас где-то вылетит подсказка, где рассказано немножко про свет и с каким светом нужно снимать малышей. Это вам поможет, чтобы потом более качественно, получить более качественный результат и уже с ним работать. Итак, мы это сделали. Следующая вкладка, white and black, я вообще не трогаю. И дальше идет clarity, где-то на пятерочку поднять, больше не нужно. В некоторых ситуациях вам, возможно, понадобится убрать saturation, но здесь тоже надо быть супер аккуратными, потому что если вы сделаете слишком много, ну, фотографите, она станет опять серой, некрасивой, поэтому где-то между минус 3, минус 5, минус 7 всегда зависит от изначального файла, с которым вы работаете. То есть у меня вот здесь есть фотография, да, она уже обработанная, вот эту я, видите, сделала немножко чуть по-другому. Вот, но я еще скажу, что мне сейчас кажется, что вот эта фотография обладает такой общей маджентой. Вот это тоже скилл или умение человека распознавать вот эти небольшие оттенки. Ее видно, мне кажется, эту мадженту видно вот на фоне больше. С маджентой я буду работать вот в этой вкладке, температура и тинт. И тинт это нижняя вкладочка, и я сначала поставлю ноль. Смотрите, чтобы вам просто показать, как она работает. Маджента убралась, но фотография в общей сложности стала такой зеленоватой, не совсем красиво, поэтому я буду немножко повышать вот этот тинт до того момента, когда я увижу, что мой фон уже не выглядит сильной маджентой. Давайте я сделаю, ну вот где-то 5, мне прям, ну мне нравится. Вот, то есть мне вот этот вариант очень подходит. Я спущусь и добавлю этой фотографии резкости. Где добавляется резкость? Есть вкладка, называется Details, то есть детали. Обязательно скачивайте программы или пользуйтесь англоязычными программами, они работают хорошо, и 99% вообще всего обучения, оно все-таки лучше на английском, и программы лучше использовать на английском языке. Вы привыкнете, это не так сложно. Мои настройки здесь, первая вкладочка будет 80, вторая будет 1,3, и последняя будет, а ну-ка, давайте где-то, может, 3. Вот, я обязательно приближаю, смотрю, что и как у меня выглядит, видите, вот эти детали мне совсем не нужно. Интересно, что когда вы обрабатываете малышей, вам не нужно добиваться вот этой звенящей резкости. То есть хочется, ну, это мое личное мнение, опять же, да, хочется вот этой вот дымки, вот этой мягкости, не хочется пластмассового перешарпленного пластилиновоскового лица. Ну, это опять же мой преференс. Все, когда мы обработали фотографию, и нас устраивает результат, вы можете все, что вы сделали, перенести на любую другую фотографию в вашей галерее, и все, что вам нужно сделать, кликнуть на этот снимок, на следующий примерно, и назвать привязь. И все настройки, которые вы сделали для этой фотографии, перенесутся на следующий снимок. Очень удобно, комфортно, пользуйтесь. Теперь, чтобы обработать эту фотографию в Photoshop, нам нужно ее вывести из Lightroom. Нажимаем Ctrl-Shift-E, Ctrl-Shift-E, это горячие клавиши для экспортирования файла. И тут посмотрите на ваши настройки. Я экспортирую в JPEG, ну, любителям можно, и в TIFF. Чем отличается JPEG от TIFF? Давайте я немножко здесь скажу JPEG, то есть, если вы откроете ее в Photoshop, обработайте, сохраните, потом вернетесь опять, обработайте, сохраните, вернетесь, обработайте, сохраните. То есть, именно сохранение будете делать, то с каждым разом ваша фотография по качеству будет становиться меньше, 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 меньше. TIFF это очень тяжелый файл, но вы можете его открывать бесконечно и обрабатывать, и в качестве он не будет ухудшаться. Вот, поэтому, если вы тот человек, кто дико хочет работать, открывать и дорабатывать фотографию, если вы только учитесь, да, я советую все-таки работать в TIFF, я работаю в JPEG. Вот, качество 100, color space sRGB, обязательно смотрите на эти вещи. Здесь не нужно ничего, у size to fit вам не нужно. Resolution у меня стоит 350, и больше никаких настроек у меня здесь не стоит. Все, я экспортирую эту фотографию. Так, use your nickname. Готово. Следующий шаг по обработке этого снимка – это Photoshop. Давайте откроем эту фотографию. Так, я открою именно конкретно ту, которую я сейчас с вами делала. И здесь мы пошагово разберем, что же, какие инструменты нам пригодятся, такие базовые, суперлегкие, простые, чтобы улучшить фотографию без применения, дорогих экшенов, покупки экшенов. Мы не будем даже создавать экшены, то есть это отдельная история. Я попробую сделать видео именно для мамочек, да, то есть по созданию своих экшенов. Если кому-то это вообще, в принципе, интересно, комментируйте, нужно ли такое видео. Итак, первый пункт – это приведение картинки к более такому клёвому, что ли, результату, по поводу фона, разглаживания складочек каких-то. Кстати, у меня на канале есть видео по фону, да, то есть по подготовке рабочего места. Обязательно посмотрите, почему важно делать его красивым, почему важно не иметь никаких складок на фоне, потому что это титанический труд потом, чтобы это убрать. Кстати, это видео, которое я до этого рекомендовала, то есть где снято всё без каких-то девайсов, там тоже этот момент есть. Итак, первое – это Liquify, где найти этот инструмент. И я советую всегда продублировать слой и работать на слое с дублированным, ну, так как бы проще и всегда можно вернуться. Ctrl-J вы нажимаете, или Ctrl-O русское, Ctrl-J – это горящие клавиши, я всегда советую их выучить, вы будете очень оперативно работать. И теперь вам нужно пойти в вкладку «Фильтр» и здесь найти вот эту вкладочку «Liquify». Я тоже знаю от горящих клавиш, это Ctrl-Shift-X, но пока так покажем. И смотрите, у вас появится вот такая кисточка, она находится под вот этим вот замечательным пальчиком, и вот этой кисточкой вы можете спокойно, смотрите, убрать фон, разровнять. Есть очень много вариантов, как это убирать, можно сделать Content-Aware, но я не буду сейчас об этом говорить, может, как-нибудь в другой раз, чтобы не захламлять вас сильно большим количеством информации. Здесь это делается очень удобно, главное сделать большую кисточку и растяните фон, ну, это очень просто и легко. И подушечку, например, я хочу сделать поровнее, опять же, возьму побольше кисточку, больше-меньше кисточку делается скобками, или знак, или наши русские буквы – это твердый знак, и буква «Ха». «Ха» – это меньше, твердый знак – это больше, суперудобно. Вот, я сейчас делаю поменьше, и вот эту часть подберу, потом сделаю кисточку побольше, то есть, ну, сделаю подушечку не такой большой. Я сейчас не смотрю на низ, на фон внизу, неважно, я сейчас сделаю кисточку поменьше, и верну это, делаю все на место. Если я хочу сделать помпон, ну, тоже меньше размером, бывает помпон, ну, мне кажется, он сильно большой, здесь есть такая супер-вкладочка, вот здесь, видите, такой, как бы, пузырь, ну, вот, вогнутый со стрелочками, если его нажмете, и потом увеличите вашу кисточку, и так аккуратненько понажимаете, смотрите, ваш помпончик, он станет меньше. Вот, поэкспериментируйте, очень удобно, и я очень часто этой вещью пользуюсь. Нажимаем «Окей». Смотрите, наша фотография стала уже красивей, то есть, нет вот этого угла, который был. Кстати, вот я, например, с удовольствием бы еще и вот этот угол сверху немножко бы подкорректировала, убрала бы вот этот, так, секундочку, убрала бы вот этот темный уголок. Тоже, тем же инструментом, пальчиком я растянула этот угол. Супер, мне кажется, все супер понятно. Дальше. Следующий шаг – это ретушь, ретушь кожи. Если я, кстати, если я смотрю, что меня все устраивает сейчас, то есть, мне нравится моя картинка, я сливаю слои. Ctrl-Shift-E или Ctrl-Shift-У русская. Это все слои, забираем в кучу. Опять дублирую слой, и сейчас я буду работать с кожей. То есть, часто у малыша могут вот эти вот шелушинки быть, да, какие-то веревочки, ниточки попали при съемке, что-то вы где-то не досмотрели, с этим совсем хочется работать. Есть куча инструментов, есть клонштамм, есть заплатка, ну, их миллион. То есть, здесь каждому что больше нравится. Я расскажу про свой инструмент, которым я пользуюсь в 99%. Это находится под кнопкой J или русская буква О. Вот он, вот здесь, да, это заплаточка. Вот. Обводите заплаткой и сдвигайте на то место, с которого вы хотите взять информацию. И аккуратненько проходитесь по вот таким местам. Смотрите, если я хочу, вот видите, у меня вот это место, где у меня попала вот эта вот шелушинка и на тень, да, вот она здесь. Тогда я соединяю слои, я беру J, да, вот это вот, этот тул. И смотрите, что я делаю. Я нажимаю кнопку delete, то есть, давайте я еще раз покажу. То есть, я заплаткой обвожу это место и нажимаю delete. Обязательно посмотрите, чтобы вот здесь у вас контент стоял, like content aware, то есть, заливка с учетом внешних каких-то вещей, да, то есть, у вас Photoshop додумает за вас, куда, какой элемент вот с этого места поставить, чтобы залатать вот это место. Я нажимаю окей, и он идеально, обычно, ну, в таких вот местах очень супер работает. Смотрите, видите, он убрал. И также я могу им воспользоваться в любых других местах. Супер удобно. Вот здесь я уже воспользуюсь той же заплаточкой. Если я вижу, что, видите, вот здесь у меня чуть-чуть он некорректно доработал, опять же могу пойти в Liquify, приблизить это место, и пальчиком, да, подровнять вот здесь носик, окей. Ну, опять же, кому как нравится работать, и при отдалении это совершенно будет не видно. Давайте дальше. Вот это место, да, то есть, опять же, я прохожусь везде, везде за платочкой. Где-то это потрясающе срабатывает именно с использованием Content Aware. Ну, это такая ретушь, мне кажется, многие, в принципе, понимают, как это работает. Сейчас я покажу, как убрать шелушинки, которые очень мелкие, и, в принципе, не хочется с ними долго сидеть. Вот, я снимаю на открытых диафрагмах, поэтому кожа у малышей уже такая супер мягкая. Поэтому мне уже изначально немножко проще работать с кожей. Вот, все, я это сделала, то есть, я убрала какие-то шелушинки. Давайте теперь посмотрим, как можно убрать все вот эти вот точечки. Я продублирую слой и пойду в фильтры. И здесь вам нужно пройти в Noise, то есть, шумы, и нажать Dust and Scratches. Что такое? Это пыль, царапины. Смотрите, что у меня произошло. Кожа стала супер-супер мягкой. Если вот я вот на этом превью нажму, до и после. Мои значения вы можете менять здесь в зависимости, ну, от вашего снимка. То есть, мои и ваши значения всегда будут разными. То есть, я могу, видите, вот они у меня все вернулись, да, вот эти точечки. И убирая вот это значение, делая его меньше, я убираю вот эти точки. Смотрите, вот где-то на 16, это сильно мыльно, то есть, супер мне не подходит. Где-то на 16 у меня кожа выровнялась. Также вы можете смотреть на радиус, да. Радиус я беру не больше где-то двух, трех, четырех, так вот, четырех примерно. Вот мне нравится этот радиус. Окей. И теперь, смотрите, до и после. И все вот эти точки, все вот эти неровности, они ушли. Но также это ушло совсем, ну, исчезло на всей фотографии. Мне это не нужно. Поэтому давайте по маске уберем вот это. Что такое маска, где ее найти? Вот здесь у вас в менюшечке внизу есть вот такое вот окошечко с кружочком внутри. Нажимаем, и у вас получается маска вот эта белая. Но вам нужно ее инвертировать, чтобы по ней что-то рисовать. Если вы нажмете Ctrl-I, это Ctrl и буква Ш, очень легко и просто. То, видите, у вас все проявилось обратно, да, то есть, ничего не видно, как будто вы ничего не сделали. То есть, все ваши действия, которые сделали, остались вот на этом слое. И сейчас вам нужно взять кисточку. Обратите внимание, она должна быть белая. Супер мягкую. Мягкость это вот здесь. Вот видите, у меня очень-очень мягкая. Как изменить мягкость горячими клавишами? Вызываете Shift и увеличить твердый. Видите, она становится у меня более твердой. Это твердый знак. Но мне нужно при зажатой клавище Shift, я нажимаю на русскую букву Х. И смотрите, до максимума. Вот у меня кисточка стала мягкой. И я возьму примерно не 10%, естественно, да, потому что я, в принципе, уже классно там все подогнала. Я ставлю, давайте, 80%. И теперь я пройдусь по тем местам, где мне нужно убрать вот эти вот шелушинки. Готово. Супер. Смотрите, до и после шелушинки убраны. Ну, мне кажется, очень классно и красиво. Вот здесь я тоже уберу какую-то штучку у меня, да, на пледе была. Следующий шаг. Что мы делаем? Мне нужно сейчас сравнять лицо, да, то есть смотрите, у меня какие-то вот эти носокубные складки, они более яркие, более темные, здесь что-то светлое. То есть мне нужно, в принципе, личико сделать более симпатичным, что ли, осветлить его немножко. Оно чуть-чуть темновато на каких-то, на каких-то участках. Как это делается? Есть несколько способов. Эта система называется Doge and Burn, то есть засветление, затемнение и осветление. Я могу чуть-чуть заговариваться, за что извиняюсь. Вам нужно создать два слоя. Ctrl-J это называется, то есть я создала два дубля слоя. И в одно один слой вы можете, это я вам покажу два способа. Нажимаем Ctrl-M, то есть у вас, так, у меня когда включен скринкаст экрана, не все горячие клавиши работают, поэтому мне придется делать Adjustment Layer, да, здесь, и вызывать меню с этой стороны. Вот, а вы можете нажать на своем компьютере Ctrl-M или Ctrl-мягкий знак, и у вас появится инструмент кривых. И от центра немножко поднять наверх. Окей. А, вы не будете видеть это, потому что у меня сверху слой. Выключаем верхний слой. И верхний слой, также вы идете на Adjustments, нажимаете кривые, а этот слой вы наоборот затемняете. То есть, получается, у вас создан один слой, где вы будете затемнять какие-то элементы, один слой, где вы будете высветлять какие-то элементы. И это очень важно. И теперь каждый слой вы скрываете под маску, таким же способом, как я говорила. То есть, клик на этот квадратик, Ctrl-I. Все, у вас есть два слоя, где вы будете высветлять какие-то элементы, есть слой, в котором вам, если нужно, если нужно только затемнить какие-то элементы. Вот, я пользуюсь не только таким способом, я также делаю, я сейчас покажу, я сейчас снесу это просто в папочку Мне очень нравится вариант, например, если вы просто создаете кривые, два слоя с кривыми То есть, если вам этот вариант сложен, и один слой с кривыми вы переводите в режим наложения screen, то есть осветление, да И также прячете под маску, а второй вариант затемнения, multiply, да, и также скрываете его под маску То есть, тот же примерно способ, что там, что в кривых вы будете высветлять, затемнять, что здесь То есть, в принципе, суть одна и та же Вот, давайте я тоже снесу эти два в отдельную папочку Так, у меня просто включен раз, два, и я снесу их в папочку Итак, не забудьте назвать каждый свой слой, например, вот здесь у меня будет слой высветления Так, давайте light, я назму по-английски, а это будет dark И вы можете потом создать свои экшены и пользоваться этим, будет суперудобно Давайте light, я буду пользоваться вот верхним, то, что я создала Вы можете любой из этих вариантов для себя взять, какой вам больше комфортен и удобен Берем кисточку, обязательно обратите внимание, чтобы она была супер мягкая Не нужно брать большую прозрачность, давайте возьму 10% И я не беру очень маленькую кисточку, смотрите Если вам нужно осветлить лицо, кстати, да, помните, что верхний слой, вот здесь на панельке, где я сейчас показываю, да Верхний слой должен быть белым, то есть тогда вы рисуете белой кисточкой Удобно работать в масках, потому что в любой момент, если вдруг что-то перерисовали, вы просто меняете кисточку на черную и возвращаетесь к исходному Как менять кисточку, это горячие клавиши X или русская буква Ч, да, то есть смотрите, я поменяла, все, у меня теперь черная, но мне нужна белая Итак, мне нужно вот эти вот места, видите, они у меня достаточно темные, но не осветляйте, я возьму даже 5% здесь, не осветляйте точечно, то есть не делайте вот такую маленькую кисточку и водите вот здесь, да То есть у вас просто получится какой-то блемеж вот такой, то есть это супер неправильно, поэтому пользуйтесь кисточкой более большой и с определенной самой большой мягкостью, тогда все будет очень красиво Так, так, только я на лайт должна, на этом слое, и я аккуратно высветляю, смотрите, до и после, видите, у меня это место становится достаточно светло Я хочу высветлить немножко лобик, немножко вот эту часть, и теперь смотрите, я хочу высветлить полностью личико, ну чуть-чуть побольше Здесь тоже будьте аккуратны, не нужно вот так сделать, делайте по полностью периметру лица, у вас опять будет какой-то круг, да Сделайте его чуть меньше и несколькими движениями пройдитесь по всей фотографии, смотрите, до, после, ну уже гораздо симпатичнее и лучше Следующий вариант, например, мне хочется вот эту тень осветлить чуть побольше, например, мне кажется, она сильно такая все равно выделяется, мне хочется ее чуть-чуть сгладить Есть такой инструмент, он находится вот здесь, так, секунду, вот, Dodge Tool, нажимаем Dodge Tool Давайте я соберу все эти слои и сделаю дубль слоя, чтобы вам показать, как он работает Здесь вам нужно обратить внимание на такие показатели, как exposure, я поставлю два Так, я беру достаточно маленькую, вот, двоечки вам хватит с головой И вот здесь вот есть такое менюшка Range, это с каким конкретно местом вы будете работать Это будут тени, это будут средние тона или это будут highlighting, то есть самые яркие участки Мы работаем здесь конкретно с тенью, то есть мы хотим ее высветлить Смотрите, я нажимаю и теперь аккуратно провожу вот эту, провожу кисточкой по вот этому месту И удивительно, что высветление будет происходить только по теням То есть этот инструмент не будет затрагивать средние тона и не будет затрагивать светлые участки То есть работа будет очень точечно Смотрите, до и после, смотрите, как красиво получается Вот, и я пройдусь по тем местам, которые я хочу еще немножко высветлить Потому что, ну, тени не совсем симпатичны на малышах Смотрите, какое-то угрюмо лицо получается Не совсем та история, которая нам нужна Готово, смотрите, что у меня получилось до и после Ну, мне кажется, уже очень-очень красиво Если вы хотите дальше поработать еще немножко с кожей Я понимаю, что это очень много информации для одного урока Надеюсь, она будет суперполезной Я стараюсь дать как можно больше такой вот суперполезной инфы С которой вы сможете потом, ну, действительно делать красивые фотографии Не обладая какими-то суперфундаментальными знаниями фотошопа Давайте посмотрим на кожу Мне еще повезло, что у меня был такой малыш, у которым вот на лице все это есть Чем есть поработать Я вижу, что еще есть какие-то красноватые пиксели по лицу Видите, здесь краснота, здесь краснота Ну, тоже хочется это все подубрать Я продублирую слой Ctrl-J или Ctrl-O Я дублирую слой Хотя нет, давайте мы просто создадим корректирующий слой Вам нужно пойти вот в такой, видите, здесь кругляшок, разделенный напополам И здесь вам нужно нажать вкладку Hue Saturation Вы нажимаете ее И теперь вам нужно здесь выбрать красный цвет И увести верхнюю вкладку Hue полностью налево И вот в этой внизу вкладочки вам нужно пододвинуть вот эти два ползунка только в красный То есть вот до вот этих границ И сейчас вам Photoshop показывает, в каких местах у вас максимальное вот скопление красного И где можно его немножко поправить Что вам нужно сделать? Теперь нажать два раза на Hue У вас вернется в ноль И теперь вам можно здесь добавить, например, 1, 2 Ну, обычно я не пользуюсь больше, чем 1, 2 То есть мы не хотим сделать ребенка, например, смотрите, видите, он стал зеленым Нам это совершенно не нужно Поэтому нужно быть супер аккуратными Я поставлю, так, я поставлю единичку здесь Я уберу Saturation красного Минус 1 И я добавлю Lightness немножко Давайте плюс 2 уберем И теперь давайте посмотрим до, после Смотрите, как у нас лицо изменило цвет То есть вот эта краснота, она ушла Ну, супер красиво, да? Почему бы и нет? Все Мне кажется, уже очень-очень красиво получилось Теперь следующий блок по коррекции кожи, цвета и как придать вашей фотографии красивый оттенок Поехали! Есть множество вариантов по тонированию фотографий На рынке какое-то безумное количество экшенов, которые кричат, что все ваши фотографии станут идеальными после их применения На самом деле, каждый экшен или пакет экшенов, он все-таки разработан и подходит к фотографиям того фотографа, который вы приобрели И, скорее всего, в них нужно будет делать какие-то свои исправления, adjustments И если вы не знаете хорошо фотошопа, это сделать будет очень сложно Поэтому я покажу, как самым легким инструментом, скорее всего, не то что легким, а он очень крутой Добавить контраст, придать какой-то, сделать определенный цвет на фотографии, добавить тонирование Вот, этот инструмент кривые Давайте приступим Вот здесь, вот внизу, вы можете создать корректирующий слой кривые Вот он создан, я советую создать их сразу Четыре, мы сделаем четыре их Давайте я выключу И я выключу вот до этого момента Вам нужно будет нажать вот на эту менюшку И мы начнем работать Каждый слой будет добавлять контраст Придавать какую-то дымку, еще что-то И потом, во-первых, если вы сами все эти шаги пройдете И создадите вот эту палитру слоев со всеми корректирующими настройками Вы будете понимать, что вы делали в каждом слое Это не просто экшн, который вы приобрели Не знаете, куда ткнуть там, да? Вы сами это сделали Собственно говоря, результат будет сразу очень крутой Итак, первое Вам нужно понимать, что если вы поставите Давайте здесь точечку поставим Что вот нижняя часть панели Это у нас тени, верхняя панель это у нас свет То есть с каждой панелью мы будем работать Где-то мы будем что-то затемнять Где-то светлять, придавать контраст Итак, первое, что нам нужно сделать Это вот эту точечку центральную Вы сейчас не смотрите, что у нас будет на фотографии Да, что будет меняться Мы все это исправим У меня тут небольшая подсказка лежит Чтобы примерно понимать То, что я до этого уже все это сделала Естественно, чтобы вам помочь более эффективно То есть вам нужно от центра поднять прямую Вот примерно вот сюда Вот здесь прямую кривую нужно будет зацепить На первом квадратике И поднять наверх вот эту часть Здесь тоже по вкусу Сильно не надо, да, задирать Видите, то есть здесь давайте вот так вот поднимем И вот эту часть опустить Давайте тоже по вкусу вот так примерно Много не надо, я совсем немножечко сделала Класс, все Закрываем Теперь вам нужно выключить этот слой Включить следующий Нажать на кривую И в этой кривой мы поднимем только Получается наши тени наверх, да И опустим хайлайты вниз Давайте сделаем примерно Ну вот здесь где-то до половинки Я смотрю на фотографию, да То есть буду отталкиваться от фотографии Что здесь мне нравится Вот, но должна у вас появиться такая вот достаточно сильная дымка То есть не делайте так, что Ой, мне не нравится слишком много Вот примерно вот такие должны быть плюс-минус у вас настройки Они могут быть больше, то есть ниже, выше Но не в другую сторону То есть вот этот вариант не подойдет Вы можете лучше чуть выше поднять, чем чуть ниже То есть я потом объясню для чего это Давайте отключаем, идем в следующий Следующую настройку опять Нажимаем вот сюда И здесь вам нужно будет перейти во вкладку blue И опустить правую часть немножко вниз Совсем немножечко давайте У вас на фотографии появится тонирование Закрываем И последний слой Нажимаем И здесь вам нужно будет опять же Поднять Где-то, я бы сказала, примерно вот вверх Видите, от центра Не вот сюда вверх, да А прям буквально вот вверх Вот сюда вот, да Где-то давайте вот здесь оставим И вот здесь Нижнюю часть где-то на центре зацепим Поднимем наверх Опять же я смотрю все дело по вкусу И вот эту часть немножко, совсем немножечко вниз Все Давайте я посмотрю точно Да, супер Отключаем И выключаем Теперь давайте соберем все наши слои Как я собираю все слои Я нажимаю shift И нажимаю на каждый слой И потом аккуратно перетягиваю в папку То есть чтобы они у меня все были в папочке Теперь я включу все слои И смотрите, что у меня до и после Ну уха, много, не надо, да Давайте теперь настроим наше изображение Мы пойдем на каждый слой И сделаем какую-то определенную его прозрачность Например Вот этот слой я сделаю 20% Ну я тоже сейчас смотрю в зависимости от фотографии Этот слой я сделаю 15% Давайте верхний уберу Я сейчас Так Так, вот этот даже я побольше слой сделаю Я хочу вот такую вот обработочку Так, вот здесь у меня дымка Я хочу ее побольше Давайте вот так А вот это 20% В итоге смотрите До и после До и после Смотрите, какая красивая у меня картинка получилась Ну просто супер Я сейчас скажу, какие настройки у меня Вот при всем вот этом получились То есть это первый слой, который у меня был Это 20%, 79%, 71% и 44% Вот такая у меня красивая фотография получилась Мне кажется, очень красиво Если вы хотите точечно поработать с кожей Например, ну вам кажется она какая-то чересчур Может быть на сторону зеленого цвета И вы не знаете, как это все сделать Давайте я сейчас объединю слои И покажу, как понять, в какую сторону Какие ползунки двигать Например, давайте вызовем меню Color Balance Это Ctrl-B или Ctrl-I русская У вас выходит панель Итак, здесь Если вам кажется, что фотография ваша Ну супер зеленовата Ну смотрите, тогда вам нужно добавить Мадженту Если она кажется зеленой, желтой Вам нужно добавить синий Если она сильно красная Вам нужно добавить саян То есть если вы не понимаете структуру работы цветов То вот это меню на таком очень basic уровне Вам объясняет, куда что двигать Мы не будем с вами лезть сейчас в Selective Color Там достаточно Если вы никогда не имели с этим делом Это очень сложно Поэтому вот этот такой вариант Ну очень легкий Мне кажется, любой из вас поймет, как с этим работать Например, вы можете здесь поправить это в тенях В средних тонах и в хайлайтах Попробуйте разобраться с этим меню Подвигать туда-сюда ползунки Поработать И, например, здесь я могу в средних тонах Сейчас добавить там мадженты Да, я могу добавить синенького И давайте я добавлю синего Например, плюс 2 И добавлю мадженты И я уже вижу, что у меня кожа Уже начинает изменяться Мне это очень нравится Но, по сути, лучше все эти изменения делать Опять же, в корректирующем слое Как это делается? Вызывайте меню И здесь ищите Вот здесь, помните, да? Кружочек напополам поделенный И здесь вы находите Color Balance Так, давайте я его открою Color Balance Так, хотелось сделать это видео коротким Но, к сожалению, эта тема Очень большая И уместить там, не знаю, в 10-минутный ролик Это, мне кажется, практически невозможно И давайте здесь сделаем те же настройки Которые я только что показывала Итак, эта фотография, мне кажется Ну, немножко зеленоватая Именно кожа лица Меня все другое устраивает Я покажу, как работать именно с лицом Я хочу добавить немножко мадженты Давайте, ну, минус 1 даже Я не хочу слишком много Мне кажется, что кожа немножко зеленоватая Я добавлю немножко синего Смотрите, все это добавляю в средних тонах Также я могу это сделать в хайлайтах Опять же, я могу добавить минус 1 в мадженту И плюс 1 в синем канале Теперь я отключаю, включаю И мне уже нравится Мне нравится, как начинает вылететь кожа Но я хочу применить вот эти вот настройки Которые я сделал только к лицу малыша И чуть-чуть сделать их слабее То есть, мне кажется, сильно это много Вот, вам нужно нажать на вот эту вот масочку Она беленькая у нас И здесь вам нужно перейти в Color Range Как только вы перейдете в Color Range У вас откроется такая странная картинка Здесь вы можете ткнуть, например, на фон Когда вы сможете работать с фоном И все, что вы применили, будет применено именно к фону Но мне хочется здесь применить именно к лицу малыша То есть, к коже, смотрите, я ткнула на кожу лица 99%, мне все устраивает То есть, можно, видите, уменьшить, увеличить вот это То есть, если вы хотите работать только, например, с хайлайтами Вы можете прям, ну, суперточечно это все сделать Я сейчас сделаю где-то, вот у меня было 99%, меня это устраивает Я ткну на кожу То есть, я примерно понимаю здесь на фотографии Где я хочу улучшить вот этот вот небольшой цветовой тон Который придаст моей фотографии эффект Вау, классно Готово Давайте я вот так чуть-чуть побольше сюда И даже уменьшу, да То есть, я хочу, я не хочу применять это на фон Наберу ОК И давайте теперь посмотрим До, после Я не знаю, насколько хорошо видно на мониторе На вашем мониторе или на том девайсе, на котором вы смотрите Но у меня очень отчетливо видно Что сейчас у меня меняется оттенок только лица У меня не меняется оттенок фона Супер Давайте я чуть-чуть пониже его опасы То есть, прозрачность я не хочу на 100% применять Я поставлю где-то 50% Супер Таким же образом, если вы хотите изменить цвет фона Например, вам кажется, что он немножко с зеленцой И вот ему не нравится Я хочу сделать его Я хочу, например, сделать белый Типа сильно-сильно белым Хотя любой белый цвет Это относительно Снег тоже белый, но с голубым оттенком Кто-то делает его с розовым оттенком Кто-то делает его с зеленым оттенком То есть, тут тоже огромная-огромная такая сфера Где каждый видит по-своему И каждый тянет телегу в свою сторону Давайте я соберу все слои И, например, я хочу сейчас доработать эту фотографию И сделать фон, например, побелее Ну, если вам, ну, как я сказала, знаете, это супер приспичило Вы можете поработать с такой вкладкой Я опять забегаю слишком далеко вглубь фотошопа, наверное То есть, я считаю, что это не сильно уже такой начинающий уровень Опять же, вы можете сделать в Color Balance То есть, если вам кажется фон зеленоватым Вы просто добавляете в него мадженту И добавляете, например, синенького немножко И он у вас будет такой Главное, смотрите, не переборщитесь с маджентой Чтобы он не был в итоге у вас маджентовый Есть такая вкладка, как фотофильтр Потрясающая вещь Вот Здесь я возьму, давайте И тут, кстати, есть пресеты фильтров Давайте возьмем синий фильтр Смотрите, наш фон, как белый снег, стал голубым Но это слишком супермного Давайте мы уменьшим его прозрачность Ну, давайте вот до скольки? Давайте до 40% Нет, мне кажется, все равно он даже синеватый Давайте до 20% Ну, опять же, вы поняли, да Что все это синева наложилось у нас на ребенка И если я сейчас опять ткну вот сюда по масочке У меня опять откроется меню И мы идем в Color Range И сейчас мы нажмем на фон То есть, теперь мы работаем с фоном Мы не хотим, чтобы у нас на малыша что-то попало И я сделаю максимально так, чтобы это никак не отражалось на малыше Единственное, что дал на шапочку немножко попадет, да То есть, вы можете сделать вот Ну, давайте вот так Я не хочу трогать малыша Видите, я ткну только фон Окей И теперь все, что мы сделали Наш голубой фон Смотрите, видите, если я сейчас сделаю на максимум У меня синим стал только фон У меня не затронута кожа малыша И убираем на ноль И сейчас я приведу примерно в то состояние Ну, пусть давайте 15 И теперь мой фон Уже немножко стал белее Это самый, наверное, такой простой способ Как сделать ваш фон беленьким Не крася, вводя масками Мне кажется, очень классно и очень удобно Также вы можете придать небольшую персиковость коже малышу Почему бы и нет? Используя те же самые фотофильтры Или корректирующие слои Тут очень много всяких крутых вещей Которые вы можете сделать Я понимаю, что за один урок это сложно освоить Но если вы будете каждую ступеньку брать и пробовать У вас 100% получится Давайте возьмем фотофильтр И мы возьмем его, например Давайте возьмем персиковый Вот какой-нибудь Не такой Сейчас Вот такой Пусть он будет вот такого красивого персикового цвета Я сейчас взяла 255, 180, 150 Ну, просто на свой взгляд Помните, что все теплые оттенки на малышах смотрятся супер красиво И опять, смотрите, у меня все применилось ко всей картинке Я не хочу этого Я опять иду сюда Color Range И теперь я ткну на кожу Только на кожу малыша И здесь, помните, я хочу максимально поработать только с кожей Так, я смотрю, на каких участках могу чуть увеличить Окей И смотрите, что у меня получилось Давайте я приближу Видите, у меня кожа стала теплее Она стала такая персиковая, красивая Мне кажется, очень классно Смотрите, у меня относительно белый фон получился такой И относительно красивая кожа малыша Супер Мне кажется, на сегодня мы сделали очень много Я обязательно покажу еще фишки по обработке Но сейчас мы с вами доработаем фотографию И смягчим кожу То есть, если вы не любитель такой перешарпленной Супер глянцевой кожи Я покажу, как я смягчаю кожу на своих фотографиях Вам нужно создать еще один слой Это Ctrl-J или Ctrl-O Русская буква И вам нужно пойти в фильтры В фильтрах нажать Blur И здесь поставить значение 6 Не выше, не ниже Это самое такое комфортное Видите, какая фотография старомыльная? Нет, совсем не то И здесь, вот в опасити Ваши параметры могут варьироваться от 20 до 40 Если вы снимаете с диафрагмы 2.8, смело ставьте 40 Если вы снимаете с открытой диафрагмы, как я Например, 1.4, 1.6, 1.8 Ну, там не нужно мылить фотографии Этот снимок снят был я сейчас С 1.8, да? То есть, я оставлю примерно 20 И теперь с теркой Это под буквой У русской или английской Е Сто процентной, мягкой Я протру глазки, брови, носик, губки Пальчики Все Больше ничего я трогать не буду Мне кажется, очень классно получилось Вот такая мягкая, красивая фотография Напоследок, если вы хотите придать еще большую мягкость вашим теням То есть, если вам кажется, что они достаточно плотные И хочется сделать их помягче Я сейчас покажу один из своих любимых способов И как я это делаю Я запущу один из своих экшенов Но я сейчас расскажу, как его сделать самому Так, это никто немножечко Так, вот он, Shadow Tion называется у меня Теперь смотрите, что вам нужно сделать Вам нужно создать слой Корректирующий слой Вот здесь это находится Вот это, помните, кружочек, разделенный напополам Взять Solid Color И здесь выбрать цвет вашего тонирования Я сейчас скажу, какой цвет у меня Это 211, 193, 251 Но, опять же, это очень относительно и по вкусу То есть, возможно, вам не нравится сиреневое тонирование Потом, вот в этом слое Смотрите, у меня вот этот слой перевести в режим наложения скрин Это тоже обязательно И установить прозрачность 3-5% Потом вам нужно нажать на правую часть этого слоя И у вас появится вот такое меню Но ваши ползунки будут вот в таком положении Давайте сейчас я их обратно вернусь Вот в таком положении Видите? То есть, ваша тонировка здесь применяется ко всей фотографии Но я не хочу тонировать хайлайты Я хочу, чтобы моя тонировка красивая была только на тенях Вам нужно вот этот ползунок При задатой клавиши Alt Смотрите, видите, у вас начинаются ползунки разводиться в сторону Если вы только одну часть усика хватаете Уводите полностью влево И вот эту часть уводите полностью Ну, где-то вот давайте до вот этой части 121 у меня сейчас появилось здесь число Смотрите, у нас появилось Наше тонирование будет сделано только на тени и на средние тона Не затрагивая хайлайты Как это работает? Давайте я покажу, увеличив плотность Смотрите, вот То есть, мое тонирование применено сейчас только к теням и средним тонам И здесь мне нужно установить Давайте 3% Я посмотрю, может чуть побольше Давайте я приближу, покажу Давайте даже 5 поставим Смотрите, что происходит До, после Тонирование только по теням и средним тонам Супер, красиво Заключительный вариант, который я очень-очень люблю Это накладывание виньетки У меня очень много видео уже есть на эту тему Уже есть видео по обработке Вот, но чтобы вам туда не бегать Я быстро скажу, как это делается Вам нужно создать новый слой Это, так, это Ctrl-Shift-N Или Ctrl-Shift, буква русская Т Нажать ОК И у вас создается новый слой Этот слой вам нужно залить цветом с вашей фотографии Вы нажимаете кнопку J или русская буква P У вас берется вот этот bucket tool Такая вот штучка Вот она с пипеточкой И вы нажимаете клавишу Alt И вот у вас появляется пипетка И тыкайте на любую часть фотографии Которую вы бы хотели залить этот фон Ну вот я вот сюда, мне нравится И нажимая левой кнопкой мыши У меня происходит заливка полностью вот этого отдельного слоя Теперь мне нужно установить прозрачность этого слоя 80% Теперь я нажимаю на клавишу под буквой M Английский или мягкий знак У вас берется вот этот вот инструмент Только выберите здесь круг, да, эллипс И вам нужно выделить малыша Обязательно обратите внимание, что feathering должно быть 350 Это очень-очень важно Отредактируйте, ну, где вы хотите, да, чтобы этот круг И нажать Delete Как только вы нажали Delete, у вас, о, супер, видно, малыш Теперь вам нужно снять выделение Нажимайте Ctrl D английское Или Ctrl, это будет V русское У вас снялось выделение Но вы видите, что виньетка попала и на ноги малыша, и на шапочку Поэтому берете просто под клавиши E или английская, или клавиша русская U Это у вас стерочка Увеличиваем кисточку, берем мягкую И стопроцентной кисточкой протираем вот эти места Аккуратно, да Но прям старайтесь только по малышу Теперь, чтобы сгладить края, переведите на 10% И аккуратненько пройдитесь Так, знаете, как такими мазками небольшими Тут, 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 тут Ну, мне кажется, супер Если чуть-чуть там где-то на пяточке попали В темное место, где попка Я оставляю, мне нравится То есть это не так сильно должно привлекать внимание Мне кажется, очень классно Ну вот Мне кажется, очень красиво Я сохраню эту фотографию И давайте посмотрим, что у нас получилось До И после Ну, мне кажется, очень красивый и очень приятный цвет лица у малыша получился Если там поднять исходник, с которым мы с вами начинали работать Посмотрите, да То есть красное лицо Сиреневый фон, да В итоге, смотрите, какая красивая у нас получилась фотография Я понимаю, что тут очень много инструментов все равно использовалось И как бы я не пыталась вместить это в какое-то очень крутое маленькое видео Обработка именно новорожденных Это не обработка взрослого человека Где все гораздо проще Здесь это Это, это, это я даже приравниваю Это практически чуть ли не к бьюти портрету Где нужно чувствовать свет Потому что лицо малыша это как Ну, радуга какая-то, да Там может быть 3-4 разных цвета И все вам нужно привести к общему знаменателю Вот, я обязательно еще покажу видео Про выравнивание цвета кожи на лице Обязательно оно будет Если вам интересно, обязательно пишите в комментариях Нужно ли такое видео И по каким вообще аспектам фотошопа Вам бы хотелось подкачать свои знания И улучшить свои знания Я буду рада сделать такие видео Надеюсь, это видео было полезно Вот, жду ваших комментариев внизу И если вы хотите все-таки сделать эту съемку Вашим направлением в жизни Не знаю, работой Вот ссылочка на мое обучение онлайн Оно очень крутое Его прошли уже больше 500 человек И многие даже уже преподают Пройдя, кстати, только онлайн обучение Конечно, не хвалюсь Нет, я хвалюсь Это крутой проект Вот, все До встречи в моих следующих видео Я жду ваших комментариев Пожеланиям До встречи Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok